Всем здравствуйте. Всех поздравляю с открытием зимнего House Constructions. С Новым годом. Главное, с наступающим 23 февраля. Я немножко теряю фокус. Я буду немножко размыт. У нас сегодня очень такая интимная атмосфера. Только что свечи. Вместо свечей у нас свитчи. И еще лампочки мобильных телефонов и экрана компьютеров. Очень атмосферно, красиво. Ну и, соответственно, поговорим. Я хочу вам сегодня немножко рассказать про историю компьютерной графики, потому что так или иначе все мы здесь собрались благодаря тому, что все мы и так или иначе занимаемся. К сожалению, в демо-сцене у меня успехов никогда никаких не было, но так получилось, что уже, ну, наверное, лет 15-16 я занимаюсь компьютерной графикой, занимаюсь дизайном, делаю компьютерную графику для телевидения, для кино, для интернета. Даже, как ни странно, я прекрасно помню первый день, когда я за все это безобразие сел. Если погуглите, когда вышел второй «Властелин колец» в кинотеатры у нас, то это было именно в этот день, потому что мы с приятелем пошли в кино, хотели все это дело посмотреть, но денег у нас на билет не хватило, зато хватило денег на компакт-диск с макромедиа флешем. Не знаю, почему мы его тогда купили, видимо, потому что хотели рисовать компьютерные игры. Но вместо этого, в общем, затянула меня эта вся история. Но в кино, как известно, как в кино, так и в анимации, компьютерная графика часто играет такую своеобразную прикладную роль. То есть это лишь очередное средство выразительности, которая позволяет достичь той или иной задачи, которую придумал режиссер. Но корнями, наверное, все это… То есть как средство выразительности подобного рода искусства возникло, на самом деле, еще давным-давно, не побоюсь этого слова, чуть ли не в античные времена. Но не в античные чуть позже уже, когда сформировалась Римская империя, когда появились первые театры и очень часто проводили эксперименты с декорациями местные режиссеры того времени. То есть не просто делали какие-то задники, а уже начинали играть со светом. То есть вот, допустим, я покажу вот такую одну интересную картинку, как раз она из чуть-чуть более позднего периода. Сейчас. Один момент. Как вы думаете, что это такое? Да, кто-то говорит, слева перфолента, а справа аппарат для отрезания головы. Но на самом деле все не так. Слева это аппарат для проекции воды. Для проекции воды на либо плоскость сцены, либо на задник. То есть перед ним ставилась мощная лампа. Через вот этот барабан, либо через такую вот прослоечку с ручкой сбоку, свет падал на какую-то поверхность, и получалась вода. То есть это все было, на самом деле, где-то еще в середине, то есть, по-моему, в 17-18 веке такие штуки использовались. Если в древнем Риме просто обычно с фонариками экспериментировали, то чуть в более поздние времена появлялись уже такие штуки. А справа аппаратик – это на самом деле восход солнца. Сбоку от этой вот кругленькой штучки ставилась яркая мощная лампа, которая светила. Этот аппаратик при помощи нехитрой конструкции из веревочек поднимался наверх, и у нас в театре сходило солнце. Все было так вот красиво и прекрасно. То есть в театре очень любили использовать такие всякие навороты, как творческое средство выразительности. Но чуть позже, уже в конце 19-го, в середине 19-го, ближе к концу 20-го века, у нас… ой, что-то у меня ничего не работает. Да, у нас появился вот такой вот дяденька, которого звали Жозеф Плато, и он изобрел аппарат с… что такое? Звук тихий. Костик, можно мне… Костик, я вот буду чуть поближе к микрофону говорить. В трансляции у меня все… В трансляции у меня, по идее, все должно быть на максимум выведено. Вот сейчас меня нормально слышно, наверное, в трансляции? Плохо, тихо? Там через задержку, по идее, должно быть. Чуть-чуть лучше стало слышно. Вот. Но все равно тихо. Так, но я буду вот так совсем близко к микрофону говорить. У меня все выкручено на максимум. Да. Вот, появился вот такой дядька, Жозеф Плато, который изобрел аппарат, называемый, сейчас это слово выговорю, фенокистископ. Очень такое медицинское название, но на самом деле это была вот такая вот штука. Это как бы один из его вариантов, потому что на самом деле подобного рода игрушек придумывали очень много разных вариантов. В принципе, это и была игрушка. Вот на переднем темненьком диске есть такое прорези, и если в них смотреть и вращать второй диск, то казалось, что картинка движется. И либо там танцевала пара, как на правой картинке, либо вот какая-то мартышка прыгала через скакалочку на первой картинке. Но это подобного рода игрушки стали прародителями уже… Сейчас получше. Вот, подобного рода игрушки стали прародителями уже более серьезной анимации, когда в кино… Чуть позже братья Люмьер на показе своем первом на бульваре Капуцинов показали фильм «Прибытие поезда». И если кто знает принцип работы киноаппарата, там тоже пленка перекрывается специальной шторкой-обтюратором. В момент, когда она открывается, на нее экспонируется картинка, она засвечивается, потом шторка закрывается, переставляется на следующий кадр, шторка открывается, и так до бесконечности. На кинопроекторах все работает точно так же, только в обратную сторону. То есть если здесь это были щелочки, то в кино это был вот этот самый обтюратор. И он, соответственно, позволял сделать эффект непрерывной картинки. Это что такое? Так куда гейн? Там уже и так много всего. Все в порядке. Все нормально? Да, все в порядке. Все хорошо. Да, прошу прощения, если есть какие-то проблемы со звуком. Надеюсь, мы их максимально быстро с вами решим. Вот, кстати, как это примерно все выглядело. То есть вот смотришь через прорезь и видишь вот такую вот прекрасную танцующую пару. Но как бы все это подобные эксперименты в кино, у меня, к сожалению, нет слайда показать. Был такой у нас прекрасный режиссер Старевич, который в 30-е годы сделал целый мультфильм из жуков. Он покадрово снимал куколки маленькие, сделанные из настоящих жучков. Фильм, по-моему, назывался «Прекрасная люканида». Это все из университетской программы. Только сегодня про это вспомнил. Но потихоньку компьютерной графики как таковой не было по одной простой причине. Не было компьютеров. Отчасти это так, отчасти это не так. Потому что были так называемые механические компьютеры. Думаю, как бы все прекрасно понимают, что это такое. То есть начиная от аппаратов, которые были изобретены… Как его, господи? Как назывался это? Вычислительная машина, механическая первая. Машина Бэбиджа. Да. Ну, то есть вот эти вот все прекрасные механические штучки с кучей шестеренок, которые позволяли делать какие-то простенькие вычисления. И был такой аниматор американский, которого звали Джон Уитни. И часто его называют, ну, не то чтобы пионером компьютерной графики, но, скажем так, это был человек, который придумал. То есть он понял, что на самом деле вот этот самый механический компьютер можно использовать для того, чтобы делать анимацию. Компьютеры эти выглядели вот так. То есть это не совсем как бы компьютером это назвать сложно. Это аппарат для корректировки ведения огня. Назывался он, по-моему, предиктор Керрисона. То есть прибор для управления зенитным огнем. На нем вот тоже путем подстройки, путем вращения всяких вот этих механизмов рассчитывалось, в какую сторону, какие снаряды куда должны лететь. И предвесил такой прибор примерно тонну. И для управления нужно было порядка от 5 до 12 человек. То есть для того, чтобы вся эта штука работала. Он купил вот этот вот самый списанный аппаратик. И вместе со своим сыном, немножко его переделав, добавив к нему какие-то свои элементы, и главное, прикрутив к нему карандаш, который рисовал по бумаге, причем мог покадрово рисовать, то есть сначала фигуру на одном кадре, потом на другом кадре, он сделал как бы аппаратик, который позволял делать какую-то простенькую анимацию. И пример этой анимации я сейчас покажу. Если все так помнят фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Вертига», то у него вначале были очень красивые титры. И вот, как ни странно, как раз титры к этому фильму были нарисованы на этом аппарате и этим самым режиссером. Так, единственное, что у меня, наверное, без звука они будут. Продолжение следует... И вот она пошла, аналоговая демосцена. И вот она пошла, аналоговая демосцена. Продолжение следует... Вот, в общем-то, это своего рода аналоговая демосцена. То есть все это рисовалось вот этим самым компьютером на листах бумаги, снималось и получалось вот такие вот красивые эффекты. На машине, которая весила больше тонны и которой должно было, по идее, управлять 12 человек. Вот. Чуть позже Уитни немножко модернизировал свою вот эту самую прекрасную установку. Ой, сейчас, я куда-то исчез. Вот, прошу прощения. Вот, он модернизировал свою установку, сделал еще несколько экспериментов. И так получилось, что на него обратили внимание люди из IBM. И уже тогда как бы потихонечку начинали понимать, что компьютеры очень сильно могут пригодиться в кино. В 60-х годах его приглашают работать в IBM, где ему уже дают возможность поработать с IBM System 360 с большими мейнфреймами, на которых он делает вот под такого рода… То есть при помощи этих компьютеров он делает вот такие вот сейчас анимации. К сожалению, у меня достаточно низкого разрешения. Все, что удалось найти. Он не растягивается на весь экран, а вот. Зактоска. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такого рода он тоже делал еще анимацию Это чем-то напоминает графику, которую рисовали при помощи осциллографов Поскольку это тоже совершенно отдельный вид компьютерных экспериментов Экспериментов с компьютерной графикой Поскольку примерно тогда был еще такой аниматор Бен Лапоцки Он один из первых, кто решил поэкспериментировать с лучами осциллографов То есть с анимацией на экране осциллографа Получались тоже очень такие интересные штуки Ну и соответственно из этого в общем-то родилась компьютерная консоль Vectrix Достаточно известная, широко известная в узких кругах Так, момент И вот еще я покажу отдельно кадры из фильма Incredible Machine Который тоже показывает Как все тогда проходило Ну вот он По большей части все-таки тогда компьютеры занимались не столько непосредственно анимацией Сколько управлением некими аппаратами Которые либо рисовали, либо накладывали какие-то кадры друг на друга Либо, как ни странно, управляли камерой Потому что, допустим, например, во всеми известных в Звездных войнах Практически вся графика, то есть все кадры, которые там были сняты Это были сняты макеты, которые в несколько слоев снимались на одну и ту же пленку Несколько раз экспонировались И при этом были фирмой LucasArts построены сложные управляющие краны Которые управлялись при помощи компьютеров И могли с точностью до сотых миллиметра повторять все движения Чтобы потом эти кадры можно было один на других спокойно уже наслаивать Это уже более поздняя графика Сделанная в лабораториях AT&T уже при помощи мейнфреймов И в 1972 году появляется такой интересный режиссер и аниматор Зовут его Эдвин Котмол И известен он вот таким небольшим фильмом Фильм этот называется «Руки» Снят он в 76-м году В 78-м или 76-м Это один из самых первых в мире 3D-рендеров изображения Снят он в 76-м году Снят он в 76-м году Снят он в 76-м году В 79-м году Снят он в 72-м году Снят он в 76-м году Снят он в 76-м году Продолжение следует... 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 компьютером Pixar, но он стал первым логотипом этой студии. То есть вот такой кубик, он выглядел примерно точно так же. Эту лампочку, нарисованную собственно уже в одном из первых 3D мультиков, все знают прекрасно, поскольку эта лампочка стала логотипом студии Pixar. Вот. Я чуть-чуть покажу отрывочек, потому что все, я думаю, как бы эту лампу знают. Вот. Но она стала совершенно знаковым событием. Тем не менее, несмотря на то, что компьютерная графика все больше и больше входила в кино, в 82-м году выходит, Дисней выпускает фильм «Трон», где тоже, я думаю, многие его видели, многие его знают. Дело, где происходит в киберпространстве большая часть фильма. Причем часть, все персонажи, все герои были сняты на черную-белую пленку, проэкспонированы вместе с футуристическими пейзажами, и часть графики была нарисована именно на компьютере. Но когда происходило вручение премии «Оскар», «Трон», этот самый «Оскар» не получил, потому что им сказали, что вы неправильное кино делаете, потому что вы используете компьютерную графику, а это нечестно. Поэтому вы «Оскара» не получите. Вот здесь просто я отрывочек покажу, чтобы напомнить. Чуть-чуть перемотаю, потому что времени у нас немножко уже меньше. Вот как раз кадры, которые были сделаны на компьютере. И, кстати, тоже заметите, что это первый фильм, в котором использовалась анимация лица покадрового. Вот эту самую морду сделали на компьютере. А вот эти кадры как раз снимались на черно-белую пленку, обрабатывались и подставлялась туда, уже непосредственно впечатывалась компьютерная графика. Одно из, тоже одно из таких первых коммерческих 3D, которая, тем не менее, ничего не получила. Дальше компьютерная графика уже стала все больше и больше появляться в фильмах. И хочется тоже рассказать одну такую историю про одного режиссера, который… Ну, тогда очень популярны были съемки про фильмы про всяких монстров, чудовищ. И, короче, этот дяденька тоже решил, что сниму-ка я какой-нибудь оригинальный интересный фильм про монстров. И договорился с Стэном Уинстоном, это один из самых влиятельных и уважаемых специалистов по спецэффектам в Голливуде, о том, что сделай-ка ты мне таких страшных страшилищ, которые могли бы испугать зрителя, так как их не пугал раньше еще никакой фильм. Студия Стэна Уинстона сделала ему этих монстров. И когда они посмотрели первые кадры, режиссер сказал, что, ну, как-то вот двигаются они… Все равно движение аниматроники, оно немножко дискретное. Как бы его красиво не снимали, видно, что это на самом деле кукла, что это не настоящее. Что бы нам такое придумать другое? И анимационное подразделение голливудское, они сказали, а мы можем попробовать сделать вам компьютерную графику. Режиссер сказал, а покажите. И на известном многим компьютере Амиго 2000 был сделан электронный скелет этого самого монстра. И была показана как бы простенькая анимация. У меня этих кадров, к сожалению, нету, их не удалось найти. Анимация вот такого ходячего скелета. После чего им сказали, попробуйте сделать настоящего монстра, то есть уже в 3D. И когда режиссеру показали, как эти монстры выглядят на экране, один из работников подразделения Стэна Уинстона, если не сам Стэн Уинстон, сказал такую фразу, кажется, мы остались без работы. Эта фраза вошла в этот фильм. Режиссера звали Стивен Спилберг, фильм парк юрского периода. Тогда же очень активно использовались компьютеры фирмы Silicon Graphics, вплоть до того, что эти компьютеры даже были увековечены в фильме. Там есть отдельная целая сцена, где эти машины чуть ли вообще не в каждом кадре присутствуют. Сейчас я вот эту сцену я как раз вам покажу. Я думаю, тоже ее многие видели. А нет, не покажу. А, ну, в общем, вот непосредственно Iris Crimson, рабочая станция, на которой делалась вся компьютерная графика и которая есть в кадре. Во-первых, вот она тут. Ай, простите. Ничего не вижу. Где мышка? А, блин, я на трансляционной машине мышку двигаю. Думаю, что у меня ничего не появляется. Вот. Собственно, здесь в правом нижнем углу стоит этот компьютер как дань памяти. Вот. И более того, герои используют, путешествуют по файловой системе этого компьютера при помощи 3D-браузера. Сейчас не помню, как он правильно назывался. Это была такая уникальная штучка, типа проводника, сделанная для операционной системы Iris, Iris, где все папочки были представлены в виде трехмерных картинок. Так, у меня все-таки, кажется, у меня этот видеоролик был. Почему я его не могу найти? Ну, ладно. Значит, у меня его нет. Ну, к сожалению, фирма Silicon Graphics, несмотря на то, что все 80-е и большую часть 90-х, она занимала лидирующие позиции в производстве компьютерной графики, у них тогда было все хорошо, но в 2000-х годах, к сожалению, эта фирма была уже задавлена конкурентами, и их прекрасные компьютеры стоили очень дорого, не справлялись с поставленными задачами и были, в общем-то, вытеснены с рынка. А так, парк юрского периода, параллельно с фильмом Terminator 2, который выпускался примерно в то же время, тоже с активным использованием компьютерной графики, полностью переломил тогда Голливуд, потому что все поняли вдруг, что при помощи компьютера можно создавать совершенно уникальные вещи, то, чего нельзя порой достичь при помощи комбинированных съемок. Ну и, в общем, пошло-поехало вплоть до того, все, что мы видим в кино современном. А про современное кино, по-моему, рассказывать уже, в общем-то, особо бесполезно. Там все все прекрасно видят. И, в общем, компьютерная графика завоевала практически весь киношный мир. А у нас демо-сцена, у нас хорошо, у нас лучше. Вот, в общем, такая у меня получилась небольшая коротенькая лекция. Извиняюсь, что так все может быть коротко. У нас тут куча всяких было трансляционных вопросов, которые мы решить, которые мы в итоге решили. Спасибо большое. Надеюсь, было интересно. Так, господа, переходим тогда к следующему докладу. На самом деле, это, скорее, не столько доклад, сколько демо-сцена. Так, кто там должен для того, чтобы ВПГ выиграть?